Белоснежная одежда раперистов сегодня выглядит праздничнее, чем погода за окном. Настроение новогоднее. Когда еще подарки можно получить до начала соревнований. Турнир объединил самых преданных поклонников фехтования. Заключительные бои года. Время подводить итоги и загадывать желания. Ни шагу назад, ни шагу на месте, а только вперед и только все вместе. Это девиз был постоянный нашей сборной командной страны. И он идет с нами по жизни. И только это я могу желать на будущее нашему подрастающему поколению, юных фехтовальщикам, нашим профессионалам, которые уже стучат со сборной команды страны. Воспитанники школы сегодня дышат в спину взрослым курским раперистам. У наших золото первенства страны. Награды многих международных и всероссийских турниров. Александр, фехтование, шестой год. Вошел в кадетскую сборную региона. Самое трудное, наверное, это сами тренировки. Нужно выкладываться по полной, потому что если ты не будешь выкладываться на тренировки по полной, то это в дальнейшем может сказаться на твоем фехтовании. Надо понимать то, что ты пришел сюда фехтовать и нужно сделать все, что ты можешь. Не больше и не меньше. На дорожках фехтуют младшие ребята. Им еще предстоят волнительные старты. Но тренировки почти как у членов олимпийской сборной. У меня уходит где-то 2-2,5 часа в воскресенье, а в годние дни по полтора. Надо слушать тренера, надо лучше отрабатывать приемы разные. Надо настраиваться, не надо недооценивать противника. Новогодний юбилейный турнир, но эмоции хлещут через край. Каждый хочет быть первым. Фехтовальный центр уже стал спортивной доминантой Курска. Своё мастерство здесь оттачивают почти 400 юных раперистов. И у каждого есть заветная мечта с золотым отливом. Юлия Комкина, Тарас Степаненко, Максим Леонов, Телеканал СЕИ.